Как только стало известно, что роль нового Бэтмена в фильме Мэтта Ривза сыграет Роберт Паттинсон, мнение общественности тут же разделилось. И одной из самых больших претензий в сторону актера от его недоброжелателей было то, что Паттинсон, ну, мягко говоря, не атлет. И большой вопрос, может ли он прийти в надлежащую физическую форму, особенно по сравнению, скажем, с тем же Беном Аффлеком. Я сейчас не говорю о последних фильмах, когда щеки актера уже не помещались в костюм, а о тех временах, когда он был на пике формы. Что же, начиная с ноября прошлого года, весь мир узнал, что Паттинсон начал активно тренироваться, а дело сдвинулось с мертвой точки, а вот последние новости говорят об обратном и о том, что мы можем впервые получить дрыщи Бэтмена, так сказать, нового поколения. Так что же произошло? Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, 2 ноября 2019 Риган Мачадо поделился фотографией себя и Роберта Паттинсона в своем аккаунте в Инстаграм. Сейчас, правда, пост от чего-то недоступен, но то фото давало всем нам понять, что тренировки начались, а грозная подпись «Бэтмен грядет» только подтверждала серьезность намерений. Сразу отмечу, что специалист в области фитнеса и обладатель красного и черного поясов по джиу-джитсу Риган Мачадо давно считается признанным профессионалом своего дела, работавшим ранее с Вином Дизелем, Мэштоном Катчером и другими голливудскими звездами. Но Паттинсон, видать, оказался из другого теста. Потому что после нескольких месяцев тренировок, которые в самом деле дали первые плоды, начался печально известный коронавирус и самоизоляция, и вот тут-то дисциплина будущего Бэтмена резко пошатнулась. Так как Паттинсон не просто забросил к чертям все тренировки, игнорируя рекомендации тренера, который свез домой актеру нужные тренажеры, железо, расписал диету и график занятий. В общем, сделал все, чтобы и в самоизоляции можно было работать над своей формой. Но не тут-то было. Паттинсон, как я уже сказал, не просто забил на диету и тренировки, но еще и подвел под это все особую мораль. Как признался актер в недавнем интервью, он просто не хочет создавать очередной вредный прецедент. Ведь сейчас голливудские звезды постоянно тренируются, и это, по мнению будущего Бэтмена, не очень хорошо. «Я думаю, что если вы будете тренироваться все время, вы будете частью проблемы», – сказал он. «Вы создаете прецедент», – продолжил Паттинсон. Никто не делал этого в 70-х годах. Даже Джеймс Дин. Джеймс Дин – это легендарный американский актер и секс-символ, трагически погибший, когда ему не было еще и 25-ти, а вообще случилось это в 1955 году, так что странно, что Паттинсон вспомнил данное имя в контексте 70-х. Короче, я так понимаю, что лень матушку будущий Бэтмен решил обредить высокоморальный наряд, мол, мне не просто лень, а лень по поводу, и это принципы такие. Конечно, многие уже поспешили обвинить актеров в непрофессионализме и халатном отношении к роли, еще бы, ведь даже не говоря о генетически довольно атлетичном афлике, еще предыдущий Бэтмен Кристиан Бэйл, очень худощавый от природы, для роли в фильмах Нолана набрал 20 с лишним кило мышечной массы, а тут вот такое. Но, кстати, помимо тренировок, Паттинсон забил еще и на диету, а недавнее изречение актера о том, как он берет соус табаско, наливает его прям в банку тунца и ест просто оттуда, уже разлетелась нами массы. Так что черт его знает, что будет дальше, но пока самоизоляция явно не на пользу новому Бэтмену. А если учесть, что съемки фильма уже идут и продолжатся, как только снимут карантин, видимо, нас с вами ждет первый в истории дрыща Бэтмен как-то так. Посмотрим, конечно, может Паттинсона еще и удастся вразумить, а вообще вся эта ситуация сейчас выглядит довольно смешно и наблюдать за ней забавно. Такие вот дела, пишите ваши комментарии, ставьте пальцы вверх и не забывайте подписываться на наш канал, ведь впереди еще много интересного. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.